друзья ну что как мы обещали наш эфир сегодня будет как никогда модный успешный украинский дизайнер изобретатель стира смарт-культур на секундочку и обладатель титула самый молодой дизайнер украины 2000 год это был по версии книги рекордов гиннеса украины друзья андре такое ощущение что я не за я стою на сцене и как минимум оскар прекрасно так андрей жаление оскар достался другим другой другой мы сегодня говорим о космосе эфир посвятили международному дню космонавтики поэтому пригласили меня а почему мы пригласили потому что в далеком 2007 году у себя была коллекция под названием космос да и открывал ее великая топ-модель снежана анопка вот для того времени это было непостижимо потому что ну тогда она была мега звездой открывала только первые показы в париже дольче габбана louis vuitton она была музыка орла гельферда и тогда она прилетела специально для того чтобы открыть мой показ для 2007 года это было солидарно реально да ну потому что мы прежде всего дружим и вообще считаю что в мире фэшна очень много строится на дружбе поэтому собственно говоря ребята я сюда попал по дружбе андре ты активно начал развивать свою вторую линейку я знаю да открываешь магазины свои бутики вот недавно в западной украине тоже было открытие вот скажи кто клиент этих бутиков в основном кроме меня кстати да да платье нашей последней нашей коллекции мне очень приятно ли не а там на самом деле наша целевая аудитория это девушки 18 тире женщины 40 лет но в 40 лет и те которые хотят выглядеть на 30 молодыми и красивыми а а собственно говоря одежда предназначена для тех девушек которые грубо говоря закончили университет и пошли работать в офис то есть это модный кэжуал и модная классика но естественно 65 процентов коллекции у нас состоит из платья вот таких вот красивых и так далее то есть у нас платья на работу в офис для красных дорожек вообще на премьеры всякие очень-очень я могу сказать вчера мы посетили один из магазинов все настолько красочные хоть я вот это хочу вот это хочу я иду алекс мне все время по рукам бьют больше всего меня впечатлило это комбинезон комбинезон и меня тоже на самом деле я думаю в следующем эфире мы нашим зрителям покажем горошки во первых цвет во вторых коралловый коралловый комбинезон с голубыми горохами у нас недавно в студии были ребята которые вонзили свою шпильку в сцену мирового шоу-бизнеса ты узнал кто это это казаки да и ты вместе с ними сейчас работаешь или уже заканчиваешь работу на самом деле да это международный проект debosh london это британский бренд благодаря которому собственно говоря мы выходим на на международный рынок естественно мы сделали коллаборацию debosh london by andretan и в основном все продажи будут происходить только в японии только в америке и в европе в том числе это германия франция и украинский потребитель сможет прикоснуться к прекрасному пока что в этом сезоне точно нет и начали мы лицом естественно этого проекта являются ребята казаки ногами да мы сделали прекраснейшую фотосессию сейчас уже пару европейских журналов и и напечатают своих журналах а плюс ко всему мы начали с линии оптики то есть у нас очень сильная оптическая линия линия именно солнцезащитных очков а также это свитшот тишот и всякие всякого рода аксессуары еще одна коллекция прекрасная тоже из прошлого которая была посвящена великому дизайнеру ивсен лорану и собственно говоря ты представил свою коллекцию первой линии на вечеринке которая прошла в эту среду чем же он тебя так покорил то этот ивсен лоран ну во первых к великому сожалению всей планеты в 2008 году ивсен лоран умер и поэтому я посвятил честь этого ему коллекцию потому что я прекрасно помню когда мне было 10 11 12 13 15 16 лет до бесконечности я просто изучал каждый его шоу мне было интересно каждая его коллекция то есть ну очень я считаю что это очень правильно когда дизайнер учится у великих метров у диора только знам учился да да поэтому я считаю что здесь для меня было очень важно смотреть как он сочетает несочетаемые ткани он первый кто снял с девушки бюстгальтер и отдел на нее прозрачную блузку он первый кто раздел мужчину и одел смокинг на женщину а он первый кто в принципе из изобрел гламур на то есть благодаря ивсен лорану появился гламур вообще на планете сей и собственно говоря он первый кто начал сочетать несочетаемые цвета то есть это изумрудный с коралловым то есть то что нам сейчас кажется вполне допустимым и нормальным а в 70-60-е годы это вообще было ну просто взрыв эмоций и скажем дома маст хэвы того сезона коллекция первая линия которую ты показал на первом до премьерном показе фильма где ее можно купить или она не продается ли вообще не купить я можно это для избранных ее можно купить мы действительно продаемся в не только в украине мы продаемся в том числе во франции в том числе у нас шоурум в милане но эта коллекция осень-зима поэтому вы немножко забегаете наперед с сентября месяца простите и можно будет уже приобрести в том числе и в украинских магазинах как эти деньги друзья купите деньги а мы прервемся на небольшую паузу и посмотрим сюжет до премьерной вечеринки фильма и сен-зран мы продолжаем друзья студия андре-тан наш великий украинский дизайнер не только кстати для взрослых насколько я знаю тебя есть коллекция ли ты готовишь коллекцию для детей и ты так повернулся и посмотрел на нашего блевать очень модные цвета цвет мяты и бирюзы сейчас очень модно особенно в сочетании с цветом и крю это вот просто маст хэв этого сезона давай воспользуемся случаем и спросим кое-что я просто вот был в европе недавно в варшаве и засели просто салатового и зеленого цвета везде это правда это правда действительно сейчас самые модные цвета цвет мяты и изумрудный вот примерно как у вас кубики вот именно примерно такие цвета это являются самыми модными в этом сезоне ну а также пастельная гамма именно вся пастельная гамма также актуальна это нежно-розовый это нежно-голубой это цвет и крю в общем все что касается пастель и желтый извините меня моден был в этом сезоне но продолжает быть в тренде в этом сезоне особенно если это но я тебе хочу сказать что по твоему цветотипу она очень сильно под как раз кожа из твоей желтой сливается поэтому вы наше солнце в этой студии ну сегодня же космос а солнце это главная звезда во вселенной так вот про детей да да цветы жизни да ну вы просто перешли к своему другу нему ведущему поэтому которому между прочим ты дашь имя все таки сегодня да обязательно но я думаю что уже сейчас можно назвать барсиком так вот по максим привет по поводу детской коллекции в этом в этом сезоне я запустил линию а то то а то там байтан она кстати так делает когда злиться ну примерно так мы хотели назвать очень смешно и легко это это прекрасное платье которое мы делаем одно платье для мамы и такое же платье из такой же ткани для мини конструкция для ее дочери поэтому это очень такое знаете куча эмоций куча позитива когда ты видишь когда мама идет и за руку держит свою там пятилетнюю или семилетнюю дочь или девятилетнюю до дочь поэтому это очень мило и очень круто мы только запустили эту линию в этом сезоне она уже с первого марта во всех наших магазинах во всей украине поэтому собственно говоря вэлком то быстрее рожай а можно на вырост просто покупать на будущее бытует мнение что вот если ты успешный дизайнер значит ты ни в коем случае не покупаешь вещи в магазине скажи это правда вот ты сам себе например шьешь вещи или твои коллеги занимаются мужской больше модели бренды предпочитаешь какие-то а я скажу честно естественно у меня нет пока что нет у меня линии мужской одежды в 2016 году мы запускаем линию от анмен и собственно когда вы увидите да ты будешь я уверенную амбассадором бренда ты придешь обязательно да поэтому пока что мне приходится размениваться по мелочам и скажем так собирать свой гардероб из того что предлагают европейские дизайнеры а украинские тебя не впечатляют мужские а я скажу честно у меня есть несколько несколько рубашек от виктора анисимова у меня есть несколько рубашек от климчук артема поэтому почему мне кажется что это просто такие яркие рубашки ну как в смысле яркие не малинового цвета понятно просто сложного такого кроешь что каждый день их не походишь ну а вот мы сегодня с тобой одеты в рубашку не с 5 рукавами правильно да красивую красивую классику да ну мы как обычно отстаём я бы нелепо наверное осмотрелся в желтом платье ты просто не пробовал на платье приносит удачи поэтому как только бы ты одел просто президентом канал и еще один вопрос его хотела задать какую музыку слушает и смотрит андертан ну в принципе планы на будущее какие-то у тебя кроме мужской коллекции но касательно планов на будущее ну во первых мы открываем большое количество магазинов линии оттан во вторых украине и украине да сейчас мы открываем еще магазина там в германии в том числе в казахстане поэтому раша бойтесь не бойтесь нас потому что обычно всегда русский товар завозят в украине а теперь наоборот украинцы будут продавать свой товар россии касательно новых продуктов ну у меня есть линия солнцезащитных очков для первых для второй линии теперь мы запустили для первой линии помимо того что есть еще линия дебош ландон бай андретан с казаками поэтому могу сказать что мы еще запускаем линию аксессуаров это сумки кошельки и так далее поэтому я думаю что я провалилась только что ну а касательно музыки я очень люблю джаз я очень люблю классику да то есть же мало принципе у тебя один из фаворитов должно быть ну нет потому что то что она поют не совсем джаз не совсем нет это джаз но это другая интерпретация хотя джимала мне тоже нравится то есть в машине если ты едешь ты слушаешь классику да а дефас как тебе вот например творчество вспомнил группу дефас немцы очень крутые не очень люблю понятно все предложенные мной музыкальные варианты не карл фрилсон да 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 ну что ж друзья мы будем заканчивать и мы предлагаем тебе вместе с нами все кстати как джорджу майклу относишься отлично мне кстати нравится его творчество когда мне было 13 лет я заслушал до дыр все его диски а вот мы прям сейчас предлагаем севы до дыр засмотреть одно из самых дорогих видео на планете в свое время это крип фрик который в свое время стоил 1 миллион долларов очень дорого стоил но мы его посмотрим только после того как андрей танк пожелает всем нашим модным телезрителям чего-нибудь хорошего самого прекрасного обязательно я хочу пожелать всем чтобы украина была очень модной потому что я ненавижу когда девушки или парни говорят о том что я выгляжу плохо потому что у меня нет денег это все бред на самом деле выглядеть мод модно может каждый тем более в наше время когда есть распродажи когда огромное количество масс-маркетовской одежды плюс ко всему еще никто не отменял все свое все свои студенческие годы дошли там школьные года проходил в секонд-хенде и ни капельки этого не стесняюсь всегда был первым парнем самым модным вот так и остается собственно им а теперь